Отечественный кинематограф пополнился новой кинокартиной, причем новой в прямом смысле. Создатели фильма свернули в сторону непривычного зрителю жанра. А есть что-нибудь новое? Давайте сами что-нибудь придумаем. История, характеры, взаимоотношения. Все, как и в любом кино. Если бы не одно «но». Здесь именно сюжет превалирует над зрительным рядом. Одна локация, один центр, одно действие. Дебют молодого казахстанского режиссера Олушаса Ахметова вышел в широкий прокат. В кино присутствует легкий абсурд. То есть это ситуативное кино и есть абсурдность ситуации. То есть мне всегда казалось, что кино, где присутствует абсурд, оно интересно. Тогда человек себя мерит в этой абсурдной ситуации, как бы он себя повел. И я собрал абсолютно разных героев, и каждый из которых проявил себя в этом абсурде. У меня абсолютно разные типажи, абсолютно разные персонажи. Один на другого не похож. Неделимое камерное кино. Этот жанр основан исключительно на двух составляющих – сценарий и актерская игра. Ведь в отсутствии общей динамики за счет смены локации, только это может гарантировать успех. В данном случае события разворачиваются в небольшом кафе. В центре – небольшая группа людей, которая ввязалась в беспорядок из-за денег. Меня зацепили отдельные конкретные актерские работы. То есть мне очень понравился Берри Кайджанов, мне очень понравился Алексей Шемис, Нуржан Садебеков. Я понимал, что это что-то новое, и что это очень крутой каст, который должен привлечь внимание аудитории. А для того, чтобы удержать внимание, фильм должен соответствовать принципу постепенного нарастания напряжения. Придерживаться этой линии в камерном кино сложнее вдвойне. Здесь необходимо раскрывать характер персонажей постепенно, иногда скрывая их истинную сущность. Герой, которого я сыграл, он является немного неуравновешенным. С такой ролью я сталкиваюсь впервые. Мне пришлось понять, чем именно болен молодой человек. У него есть небольшое отклонение. Он с самого раннего детства, возможно, подвергался насилию, но при этом он остался хорошим человеком, человеком, который верит все равно в добро. Мой персонаж – это полицейский, который имеет твердые жизненные принципы, но ситуация складывается так, что ему приходится искать компромисс между своими принципами и этой ситуацией. Я давно не встречал сценариев такого характера, такой жанровой направленности в нашем современном казахстанском кино. Фильм «Неделимое» – это погружение в героев, к мыслям и чувствам которых нужно обязательно прислушиваться и присматриваться. Создатели назвали картину камерной криминальной комедией. Экшн в картине разворачивается по мере того, как раскрываются характеры героев. Это актерское кино. И в этом проекте актеры действительно обрели возможность максимально раскрепоститься в творческом плане. Такой возможность ты тоже не всегда встретишь в кинематографе. И, естественно, я не удивляюсь, почему актеры уцепились за этот проект, и они действительно выложились на полную мощность. Создатели картины уверены, что каждый найдет в ней что-то свое. В зависимости от настроения при просмотре зрители будут видеть и слышать разное. Мораль заключается в том, что что не твое, оно тебе не принадлежит. И принадлежать оно тебе не будет, как бы ты этого не хотел. Субтитры сделал DimaTorzok